Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолаповой. Поговорим мы сегодня о ситуации на Ближнем Востоке и о том, как она может отразиться на мировой экономике. В гостях у нас в студии сегодня Ильшан Курбанов, профессор, преподаватель кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства. А на видео связи с нами Михаил Нишмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились сегодня. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ильшан Алим, хочу сначала обратиться к вам. Мы все видели и до сих пор видим, как отразилась на мировой экономике война в Украине. Это и замедление роста мирового ВВП, вплоть до угрозы рецессии. В некоторых странах рецессия, допустим, Германия, хотя вроде бы самая крупная, самая сильная экономика Евросоюза, казалось бы, должна быть устойчивой, но тем не менее. Первый мировой энергетический кризис, резкий рост цен на энергоносители, нехватка энергоносителей в некоторых регионах, рекордная за многие десятилетия инфляция во многих странах, регионах и так далее. В общем, этот список можно долго продолжать. Проблем в мировой экономике скопилось немало. Конечно, это не только эффект войны в Украине. До сих пор мы чувствуем воздействие пандемии, мы не избавились от этих всех последствий. Но тем не менее, очень многие аналитики и международные организации, которые объясняют вот эти процессы, происходящие в мировой экономике, они говорят, что, конечно, Украина, вот это все происходящее там очень сильно повлияло на экономику в мировом масштабе. Как вы считаете, может ли война на Ближнем Востоке иметь какие-то подобные последствия в мировом масштабе? Вчера было 30 дней со дня начала, назовем это, войной между Хамасом. Я не хотел бы говорить между Палестиной и Израилем, а между Хамасом и Израилем. И можно уже делать какие-то определенные выводы. Украинский конфликт, конечно же, привнес очень много изменений в мировую экономику. В Европе невероятный процент инфляции, особенно касающийся энергоносителей, продукта питания. То есть Европа ощутила это на себе непосредственно, буквально сразу после начала украинского конфликта. Если помните, мы анализировали с вами конфликт между Хамасом и Израилем некоторое время назад. И мы просматривали три сценария. Первый, когда Израиль остается один на один с Хамасом. Второй, когда подключаются прокси иранские с севера, с Сирии, с Йемена. И третий, когда непосредственно в конфликт подключается Иран. Все три сценария приводили к тому, что в каждом из случаев есть определенное влияние. Но при конфликте непосредственно Хамаса с Израилем, с Цахалом, это влияние предполагалось не такое высокое. И если помните, на тот период мы просматривали панику на нефтяном рынке. И я могу сказать, что в тот период, это порядка 20-е, до 20-го октября, даже цены на нефть поднялись до определенной высшей точки за последний месяц-два. Бакинское, азербайджанский лайт продавался по 101-му в определенный момент. Однако паника отошла в сторону. Экономисты и компании, которые занимаются экспортом и перепродажей нефти, они разобрались, что ситуация не столь критична, как была в случае с Украиной. И на сегодняшний день цены на нефть стабилизировались. Я думаю, по поводу нефти мы еще подробнее поговорим чуть позже. Сейчас, Михаил, хочу к вам обратиться. Вы как считаете, можно ли сравнивать эффект от войны в Украине и эффект от войны на Ближнем Востоке? Ведь в случае с Украиной все-таки эффект имела даже не столько сама война, а вот война санкций. Санкции против России, ответные меры России, то есть в итоге разрыв цепочек традиционных. В результате сейчас до сих пор страны пытаются построить какие-то новые цепочки поставок. Ну и, собственно, поэтому вот такой экономический эффект. Все-таки в ситуации на Ближнем Востоке там все несколько иначе. Как вы считаете? Во-первых, пока мы видим все-таки менее длительный характер, гораздо менее длительный характер эскалации, нынешней эскалации на Ближнем Востоке. Но при этом, естественно, есть риски политические, которые будут оказывать влияние и на экономику. Кроме такой, в общем-то, значимой проблемы, которую коллеги сейчас затронули, скачков ценноэнергоносители, мы можем еще отметить вопрос транспортных коридоров. То есть все-таки тот же самый Суэзский канал, как один из ключевых транспортных узлов мира, находится в зоне досягаемости конфликта. Опять же, зона Персидского залива, откуда идут поставки энергоносителей, также не затронута этим конфликтом непосредственно. Но мы видим, что и усиление присутствия сил США в регионе происходит. Что не говорит, естественно, автоматически о неком втягивании и региона Персидского залива в конфликт, но говорит о том, что там будет присутствовать некая напряженность. Что тоже все транспортные потоки, которые идут через этот регион, также будут затративать. То есть это так или иначе будет, во-первых, стимулировать крупнейших игроков экономики, в том числе к поиску альтернативных маршрутов, которые могут, может быть, где-то быть даже чуть дороже, но обходить вот эти зоны риска. И в этом смысле может также увеличиваться и внимание тех же самых представителей ЕС, например, к транскорпийскому коридору, к его перспективам. Понятно, что здесь также в зоне достигаемости находится Иран, но, во-первых, именно сейчас, когда ресурсы Ирана будут отвлечены, его в том числе ресурсы в широком плане военным, финансово отвлечены на ситуацию вокруг Палестины, все-таки у него гораздо меньше возможностей оказывать давление на те страны, которые в данном случае, в том числе в зоне Каспийского бассейна находятся. То есть, да, в данном случае внимание к тому же транскорпийскому коридору возрастет. Но если мы шагнем чуть дальше и вспомним про роль, например, Центральной Азии, также можно отметить, что, скажем, можно вспомнить уже самый Казахстан с его запасами урановой руды, его ролью на этом рынке. Сейчас, когда идут скачки цены на энергоносители, это будет подталкивать целый ряд стран к тому, чтобы развивать атомную энергетику как альтернативу всем сферам, которые требуют поставки нефтегазовых ресурсов, и также интерес к источникам сырья в этой сфере. То есть, мы можем вспомнить визиты Мануэля Макрона в Центральную Азию, в том числе Казахстан, недавний, где такие вопросы поднимались, была подписана декларация о таких различных важных минералах. То есть, тоже важное направление. И, опять же, важный момент для Азербайджана как звена транзитного, который находится на пути от ресурсов Центральной Азии, соответственно, к Европе, через Турцию. То есть, опять же, здесь есть аспекты, которые, в том числе, на Азербайджан будут влиять. – Вишан Малим, вновь вопрос к вам. Вот до этого вы начали говорить по поводу нефтяного рынка, то, что, в принципе, рынки увидели, что сейчас ситуация не столь критична в мировом масштабе, как в случае с Украиной. Но, тем не менее, Ближний Восток – это, наверное, главные мировые производители нефти и газа. И вот на днях Всемирный банк выпустил прогноз относительно того, как, возможно, эскалация этого конфликта отразится на нефтяном рынке. И вот здесь три сценария. При наиболее благоприятном сценарии они прогнозируют 93-102 долларов за баррель. При более серьезном кризисе – 109-121 доллар за баррель. А при крупном кризисе – вплоть до того, что цены поднимутся до 140-157 долларов за баррель. Согласны ли вы с таким прогнозом? Вообще, как вы считаете, что ждать нефтяному рынку в связи с ситуацией на Ближнем Востоке? – Как мы уже говорили, прогноз – три прогноза Всемирного банка, они как бы связаны с политической ситуацией в конфликте на Ближнем Востоке. И естественно, что в самом худшем случае это порядка 150 долларов за баррель. И естественно, в этом случае это будет сильное влияние на экономику, на мировую экономику. Тут можно предположить и рецессию, это высокий процент инфляции, особенно на продукты питания и на любые продукты, которые связаны с нефтью и с нефтепродуктами. Однако, я думаю, что наихудший сценарий на сегодняшний день, он наименее вероятный. Почему? Потому что экономика определяет политику. Понятно, что мы можем с пониманием отнестись к исландскому братству, поддержке исландских государств. Мы можем с пониманием отнестись к действиям израильской армии в ответ на 7 октября. Однако, что бы ни происходило экономическое развитие, экономический рост стран, близлежащих к Израилю, на сегодняшний день и во все времена это более важная задача. Мы можем как раз, я совершенно согласен с моим коллегой, что в регионе страны разделились по политическому вовлечению в этот конфликт. Тут можно отметить, что арабские страны залива наиболее осторожно относятся и наиболее осторожно высказываются по поводу этого конфликта, вплоть до того, что, если помните, Катар отрекся от того, что это была его идея открыть представительство Хамас в Катаре и что они играли именно посредническую роль для того, чтобы страны Запада имели возможность контактировать с Хамасом напрямую в Катаре. Даже не через Катар, а в Катаре. Более, скажем так, агрессивную полемику ведет Иран. Однако, с точки зрения экономики, я уверен, что Ирану тоже нагнетание обстановки на Ближнем Востоке не очень-то и надо. Потому что в этом случае, даже если нефть поднимется в цене, возникает вопрос, как и кто будет покупать эту нефть у Ирана. С другой стороны, турецкие наши братья, тоже они высказались по поводу этого конфликта. И там тоже я не уверен и не думаю, что эта полемика будет длиться достаточно долго. Связано это, опять-таки, с экономикой Турции. На сегодняшний день, после стабилизации политических отношений между Турцией и Израилем, рост торгового оборота вырос с полутора миллионов до пяти миллионов. Точнее, пять миллионов, не оборот, а даже это экспорт из Турции. А теперь давайте задумаемся. Конфликт, политические разногласия и Турция теряет такого торгового партнера, как Израиль. Да, в определенный период это будет обсуждение, какие-то политические высказывания, но в конечном итоге я думаю, что экономические параметры развития любого государства берут верх. Я уверен, что этот конфликт повлияет не только на близлежащие страны, на Египет, на Турцию, на Иран, на Ливан, на Сирию, на страны Залива, но и на сам Израиль. Израиль сегодня по подсчетам предполагается, что в результате этого конфликта потеряет порядка 10% ВВП. При 560 миллиардах израильского ВВП предполагается, что порядка 50 миллиардов они используют на конфликт с Хамасом в Газе. Да, это достаточно большая сумма, но надо не забывать, что это аккумулированная сумма в результате использования ракет, вооружений, это снижение израильской экономики за счет тех призывников из резерва, которые сейчас воюют как на севере, так и на юге Израиля. И эти временные экономические потери, я уверен, что в ближайшее время будут как бы покрыты, они будут покрыты в результате усиленного развития и экономических параметров в военно-промышленном комплексе. Для этого, наверное, должна закончиться война, чтобы экономика снова началась. Я думаю, что я бы не хотел называть это войной. Война – это когда две страны друг с другом воюют, а здесь это больше конфликт террористической организации с организованным государством, достаточно сильным. И у многих, кстати, возникает вопрос, каким образом это могло произойти, при всем при том, что в регионе уже налаживались отношения между Арабскими Эмиратами и Израилем. Ишан Малин, мы уже немножко переходим за пределы темы нашей передачи, из экономики переходим в политику, поэтому я бы хотела обратиться к Михаилу. Михаил, все-таки хочу вернуться к нефти. Как вы считаете, возможно ли повторение сценария 1975 года с нефтяного кризиса, когда арабские страны отказались поставлять нефть на те западные страны, которые поддержали Израиль в войне с Сирией и Египтом? Ну, тогда все-таки в эпоху нефтяного шока немножечко другая была ситуация в регионе Большого Ближнего Востока, то есть все-таки у Израиля с его более широким кругом арабских соседей были более напряженные отношения с теми, чем сейчас, то есть мы видим, что все-таки сегодня, скажем так, даже при трении, которое есть у израильской страны с рядом арабских игроков, они до такого уровня не доходят. И, кроме того, тогда все-таки это был еще и способ со стороны арабских стран отстоять свои экономические интересы в отношении, скажем, с Соединенными Штатами, сейчас какие-то формы давления, в том числе нефтедобывающих арабских стран, она совершает таким образом, в принципе, возможно, но, опять же, скорее всего, не до таких масштабов. И, опять же, стоит отметить, что для многих арабских стран затягивание нынешней эскалации вокруг газа, это тоже источник рисков, внутриполитических причем, в том плане, что это создает базу для того, чтобы уже действующие в этих странах радикальные исламисты находили сочувствующих внутри этих стран на фоне того, что есть радикальные критики, которые как раз поднимают вопрос, почему эти арабские государства не вмешиваются, если не напрямую конфликт, то не оказывают более жесткого давления на Израиль. И, опять же, если произойдет все-таки некий массовый отток беженцев из того же сектора газа, хотя мы видим, что Египет не хочет сейчас, например, открывать границы для беженцев, но если подобное произойдет, это, опять же, и база для появления, для укрепления из 100 группировок в тех странах, куда такие потоки беженцев пойдут, и это тоже разбалансирование определенной, скажем так, внутренней политической ситуации в этих странах, можно отметить, кстати говоря, что, да, потому что там в Египте в декабре ожидаются президентские выборы, понятно, что это не сценарий какой-то, так сказать, такой сверхконкурентной кампании, да, но всегда на фоне выборов, любая дестабилизация, это не лучшая ситуация для страны, поэтому стоит отметить, что здесь арабские страны сами видят угрозы от эскалации конфликта и, скорее всего, будут действовать тоже весьма осторожно, и, опять же, я здесь соглашусь с коллегой в том смысле, что для Ирана, опять же, да, несмотря на жесткую риторику, которая звучит из Ирана сейчас, разрастание конфликта и прямое втяние в этот конфликт невыгодно, да, и мы можем в качестве одного из маркеров, да, именно на такой линии Тедерана, косвенных, да, отметить, например, позицию руководства Казбалы, как союзника Ирана в Ливане, да, который все-таки, хотя, скажем так, находится в напряженных отношениях с Израилем, имеет место и ракетные обстрелы территории Израиля, да, и стычки между израильскими патрулями и подразделениями Казбалы, но все-таки на такой полномасштабный втеке этот конфликт не идет, да, это тоже может отражать во многом линию Тедерана сейчас. При этом мы видим, что на фоне нынешнего конфликта вокруг Газа активизируются контакты между КНР и США, да, можно вспомнить визит главы МИД КНР и в Соединенные Штаты, и обсуждение перспектив переговоров между этими игроками, и для США, и для Китая скачки ценных энергоносителей это не лучшая ситуация, да, тем более, что Китай получает заметную долю энергоносителей из того же самого Ирана. Поэтому вполне возможно, да, это не единственный, конечно, сценарий, но не исключенный, что сейчас будут обе стороны и Пекин и Вашингтон искать пути для того, чтобы повлиять на ближний восточный гризис по вопросу как-то, да, хотя бы частичной нейтрализации напряженности там, и это может привести к уступкам взаимным и со стороны США, и со стороны КНР по каким-то другим вопросам, в том числе возможно, экономическим, да, то есть мы видели, что сейчас идет по вопросам тех же самых технологий, да, для Китая ограничения со стороны США, это рения, которая началась еще при Трампе и продолжалась при администрации Байдена, ну, возможно, вот, да, если переговоры пойдут результативно между ними, какие-то следующие шаги, да, по экономическому давлению на КНР, которые могли бы США предприять, может быть, смягчаться, да, это один из возможных сценариев, хотя, конечно, повторюсь, не единственный. Мишан Малим, вновь вопрос к вам, опять же, по поводу нефти, есть ли все-таки сокращение поставок с Ближнего Востока, поставок нефти произойдет по разным причинам, примут такое решение страны на Ближнем Востоке или там дойдут какие-то проблемы на месторождениях в связи с ситуацией или проблемы с поставками, с транспортными маршрутами, вот, как уже упоминалось, что транспортные маршруты тоже под угрозой, насколько сегодня западные страны лучше готовы к такой ситуации, чем в 1975 году. Ну, например, Соединенные Штаты вот после 1975 года того кризиса нефтяного создали стратегический нефтяной резерв. Насколько он может помочь? Вы знаете, сегодня уже не 1975 год и 1975 год, конечно, привнес свои определенные изменения в экономические параметры развивающихся и развитых стран. Мы анализировали в свое время диверсификацию поставок нефти и нефтепродуктов в Японию. Именно после кризиса 1975 года Япония разделила свои поставки и они стали вкладывать деньги в Индонезию, в Нигерию именно для того, чтобы диверсифицировать поставки нефти и нефтепродуктов, энергоресурсов в Японию. они начали инвестировать в Сингапур для того, чтобы из разных источников привозить в Сингапур нефть и перерабатывать ее там, а далее уже нефтепродукты перевозить в Японию. Это элементарный пример Японии, который показывает, что они от одного источника из Ближнего Востока разделили как минимум на 3-4 источника поставок нефти и нефтепродуктов в Японию. То же самое происходит и в других странах. Мы можем взять даже экономику Израиля, мы прекрасно знаем, что одно время 60% нефти в Израиль поставлялось из Джейхана. Сегодня даже Израиль, научившись опыту стран и опыт 1975 года привел к тому, что из Джейхана и из Казахстана Израиль экспортирует всего лишь 50% нефти. То есть приблизительно там есть паритет 50% в азербайджанской нефти, 50% в казахской нефти. Однако остальные 50% они экспортируют из Бразилии из Нигерии и из других рынков. К чему я об этом говорю? Что в любом случае ключевые игроки на международном рынке нефтяного сектора они стараются диверсифицировать как поставки так и закупку нефти и нефтепродуктов. И поэтому я думаю, что даже снижение по ОПЕК плюс и предположительно, что в этом случае может подняться цена на нефть, это будет краткосрочный результат. То есть реакция рынка будет на коротком плече, там может подняться цена на нефть, но как раз именно ближневосточный конфликт показал, что цена с 82 подскочила до 101 до 100 долларов за баррель. Сегодня же она стабилизировалась опять на уровне 88, что приятно для Азербайджана, а Азерилайт сегодня торгуется по 94. Да, рынки будут реагировать, но это не будет столь критично, и не будет столь чревато для экономического развития всемирного экономического развития, как это было в 70-е годы. Михаил, вновь вопрос к вам. А если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, вот сейчас в связи с ситуацией в Украине, на Ближнем Востоке и во многих других регионах мира, все чаще говорят о необходимости усиления военно-промышленного комплекса. увеличение производства в этом секторе и так далее. Может ли это дать толчок развитию экономики? Ведь это тоже производство, новые рабочие места и так далее. Да, мы видим то, что и в внутриполитических, в том числе, в дискуссиях в странах, где есть сильный ВПК, любые факторы, которые ведут к увеличению закупок продукции этого сектора, да, становятся важными политическими аргументом, что, да, вот, так сказать, это фактор создания рабочих мест в зонах присутствия в таких предприятиях. Мы, например, видим это и по политической полемике в Соединенных Штатах, да, где эту тему использовали в свое время и представители республиканцев, которые опирались на, которые искали поддержки индустриальных регионов ключевых и сейчас используют администрации Байдена. Да, кроме того, так сказать, если пойти, посмотреть на эту ситуацию шире, мы видим, что в такой ситуации увеличиваются возможности для тех государств, которые в относительно недавний период существенно нарастили возможности своего БК, можно вспомнить ту же самую Турцию, скажем, которая активно боролась за расширение поставок своей военной продукции на новые рынки, да, включая, там, лицо, посредственные государства, на той же самой Центральной Азии, например, и ввел переговоры в этом направлении. Поэтому, действительно, на фоне и конфликта вокруг Украины, и нынешней эскалации на Ближнем Востоке, и сложной ситуации в Восточной Азии, да, вокруг Тайваньского пролива, например, сейчас мы можем наблюдать, да, существенную гонку вооружений в самых разных регионах мира, что, в свою очередь, будет, да, стимулировать ВПК в тех странах, которые здесь являются ведущими производителями, и усиливать конкуренцию между игроками ВПК, да, на международном рынке. И в этом смысле те же самые, да, та же самая активная внешне политическая работа лидеров таких государств, это в том числе и продвижение продукции ВПК, да, то есть мы можем видеть и, скажем так, очень серьезные вложения в работу той же самой Турции, например, с африканским континентом, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, как, так сказать, Франция сейчас пытается, да, где-то отстоять свои сферы влияния, в том числе и поднимая вопрос о поставке продукции ВПК в такие страны и, да, где-то, может быть, даже эту сферу влияния расширить, да, вот же визит Макрона в центральную базу снова вспомним. То есть, да, это ближайшие перспективы, ближайшие, может быть, даже несколько лет, как минимум, это, вероятно, период существенной гонки вооружений и период возможности для ВПК-отрасли. Но в то же время, конечно, да, ресурсы на финансирование да, таких статей в инциональных бюджетах, они не берутся ниоткуда, то есть, это все-таки урезание, да, как минимум, части расходов по каким-то другим направлениям, да, то есть, мы можем вспомнить ту же самую историю с вступлением, да, Швеции и Финляндии в НАТО, с этим процессом, который длился довольно долго там. В начале процесса тоже многие говорили о том, что учитывая, что необходимая инфраструктура, да, во многом уже присутствует в этих странах и взаимодействие этих стран с НАТО и на предыдущих этапах наблюдалось, что это не потребует существенного положения, но тем не менее, да, в дальнейшем все-таки вопрос о дополнительном финансировании, да, необходимых оборонных расходов, да, в связи с процедурой вступления этих стран в Альянс все-таки поднимались. Поэтому понятно, что те страны, которые включатся в гонку вооружения особенно активно, при этом не имея своего собственного развитого УПК, здесь будут тоже либо вынуждены развивать хотя бы какие-то отрасли, которые близки к УПК, да, может быть, сопутствующие двойного назначения, либо, да, все-таки изыскивать средства на то, чтобы финансировать такие закупки вооружения со стороны. Ну, то есть военное производство, если я вас правильно понимаю, военное производство может поддержать экономику, но жить от этого люди лучше не станут. То есть какие-то... Нет, это... да, это очень, так сказать, это зависит от страны, от характера ее промышленности. То есть там, где уже есть развитые УПК, да, это будут рабочие места, это будет, да, сопутствующие финансирование, да, так сказать, в принципе городов в присутствии такие предприятия УПК, это может там стать фактором развития. Но в то же время, да, это потребует дополнительных расходов, и чем менее развитая УПК в конкретной стране, и при этом, чем более существенные ее амбиции по наращиванию собственных оборотных мускулов, будем так говорить, да, тем, конечно, это больше расходов потребует, и потребует, может быть, урезание каких-то других статьй бюджета, в том числе, да, связанных социальными расходами. Но это, опять же, от каждой страны будет зависеть индивидуально. И, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Вот Михаил уже упоминал транспортные маршруты, мы все видели во время пандемии, что значит обеспечить стабильные транспортные перевозки, когда возникли проблемы на северном маршруте, в России в связи с санкциями тоже вот эти проблемы повторились. И через Ближний Восток, как уже упоминалось, проходит очень важная мировая транспортная артерия, Суэцкий канал. Как вы считаете, в данной ситуации угрожает ли что-то перевозкам по этому направлению? Сказать, угрожает, это слегка преувеличить проблему, которая на сегодняшний день на Ближнем Востоке. Да, может быть некоторое влияние, и при этом, как, скажем так, гражданин Азербайджан, я должен сказать, что в этом случае может выиграть Азербайджан, ввиду того, что срединный коридор проходит именно через нашу территорию. То есть, это через Туркменистан, через Казахстан, далее Азербайджан, и далее уже в зависимости от договоренности через Иран, или через северных соседей Ирана, и до Турции, и дальше в Европу. Понятно, что серединный коридор наращивает обороты. Сегодня это и автомобильные дороги, и трансмодальные, и мультимодальные перевозки через Каспий. Это железная дорога, которую намереваются открыть в ближайшее время дополнительно к железной дороге через Грузию. Понятно, что это привнесет свои позитивные результаты в развитии именно регионы, не только Азербайджана, но и Грузии, того же самого Ирана, севера Ирана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркмении. И на сегодняшний день это очень важный нюанс, причем Азербайджан со временем, особенно после решения проблем и конфликта по Карабаху, превращается в такой экономический оазис, привлекательный для инвестиций и именно для логистики. Я думаю, что это повлияет очень позитивно на экономическое развитие Азербайджана и в ближайшее время серединный коридор наряду с северным и южным, а может быть, даже еще с большей степенью успешности, будет развиваться. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что на мои вопросы отвечали Ильшан Курбанов, профессор, преподаватель кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства и Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о том, как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на мировой экономике. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова